Всем доброго времени суток! Этот видео урок предназначен для тех, у кого есть свой собственный сайт или блог, и вам нужно на нем расположить ссылку для скачивания ваших файлов. Я покажу его на примере своего сайта. Вот, к примеру, у меня есть футажи надписей, и мне сюда нужно добавить еще один файл. Я захожу вот сюда, вот в «Редактировать запись». Мой сайт основан на платформе WordPress. Вот я захожу в консоль моего сайта, и здесь мне нужно либо новую запись создать, либо отредактировать ту, которая есть. Я сейчас в футаже надписи просто добавлю еще один свой футаж. Для этого я захожу в консоль и вот здесь добавляю новый футаж. Для этого вот я опускаю предыдущий, ставлю курсор сюда. Вот панель основная, с которой мы будем работать. Для того, чтобы добавить изображение, у меня есть вот такая кнопочка, я на нее нажимаю, перехожу на свой канал YouTube, нахожу здесь тот футаж, который мне нужно сейчас добавить, беру его ссылку и добавляю вот в это окно. Вот видите, изображение моего футажа здесь появилось. Теперь я перехожу ниже. Захожу в добавить медиафайлы. Здесь у меня уже приготовлены готовые кнопки. Эти кнопки, вот, скачать с турбобит, я вставляю, опускаюсь чуть ниже и добавляю скачать с депозит. Эти кнопки я сделала в фотошопе. Вы можете тоже сделать свои личные кнопки или найти что-нибудь из интернета. Давайте я сейчас закончу с этим, а потом расскажу, как их сюда добавить. Итак, для того, чтобы ваши посетители могли кликнуть на вот эту кнопку и перейти по ссылке для скачивания вашего файла, вам нужно выделить эту кнопку. Щелкайте левой кнопкой мыши. Потом вам нужно нажать вот эту кнопку, вставить или изменить ссылку. И вот сюда, вот в это поле, вставить ссылку, с которой люди будут переходить на турбобит. Мы переходим в турбобит теперь, ищем тот файл, который нам нужен. Вот он у меня. Я здесь ставлю галочку, опускаюсь чуть ниже, нажимаю вот эту кнопку и получаю ссылку на наш файл. Я ее копирую. Ctrl-C. Перехожу во вкладку с моим редактируемым файлом и вот сюда вставляю эту ссылку. Вот здесь галочку ставлю, чтобы она открывалась в новом окне и нажимаю обновить. Все, наша ссылка готова. Если мы сейчас нажмем вот эту кнопку, то у нас статья эта обновится и все будет работать. Поскольку у меня есть еще одна кнопка, я сделаю то же самое с депозитом. Я захожу сюда, ищу свой файл, вот здесь у нас есть кнопочка. Точно так же копирую, перехожу на сайт, нажимаю здесь. Все, все готово. Теперь я нажимаю обновить. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот я нажимаю посмотреть изменения. Вот моя статья в фото же надписи. Появилось изображение. И если я сейчас нажимаю на вот эту кнопку, то я попадаю на страницу скачивания этого файла. Все, здесь все понятно и все ясно. Давайте еще раз перейдем в редактирование. И я хочу вам показать, если вы сделали свою кнопку, вы должны загрузить ее в медиафайлы. Вот есть медиафайлы. Здесь есть библиотека. Значит, вам нужно добавить новый. Выбираете файл со своего компьютера, то есть ваша кнопка, или какая-то другая. Вот сюда вот она закачивается. Ну вот давайте я на каком-нибудь примере покажу. Сейчас найду какую-нибудь кнопку. Ну, нам не важно. Вот давайте я вот эту снежинку. Вот я ее открыла. Она у меня загрузилась. Вот. Теперь вы можете ее изменить, а можете просто попасть в библиотеку. Вот ваш файл. Можете просто попасть в библиотеку и посмотреть все файлы, которые у вас загружены. Как их добавить в статью, я только что показала. На этом наш видео урок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok